Вот важный вопрос, как отличить то, что мы не можем изменить, от того, что мы можем и должны менять. В наших обстоятельствах, в которых мы сейчас оказались, огромное количество вещей от нас реально не зависит. И, к сожалению, не зависят вещи, на которые мы, может быть, очень хотели бы повлиять. И почему мы хотим повлиять? Потому что мы находимся под пятой когнитивного искажения, которое получило название в науке «Иллюзия справедливости». Это когнитивное искажение, которое в целом субъективно вполне понятно. Если ты никогда никому ничего плохого не делал, то тебе кажется, что к тебе не может быть никаких претензий, ничего плохого с тобой не должно случиться, потому что ты все время делал только хорошее. И я внутренне с этим согласен. Проблема, почему это когнитивное искажение, потому что далеко не все люди стремятся к хорошему, далеко не все люди мотивируются каким-то добром, что называется. К сожалению, среди нас есть жицы, обманщики, есть меркантильные люди и так далее. И мы просто, будучи хорошими людьми, недооцениваем их существование. То же самое касается и мира в целом. Нам кажется, что он должен стремиться к чему-то разумному, он должен стремиться к чему-то созидательному. На самом деле в мире действует большое количество вещей, которые движимы не другими силами, не самыми приятными. И вот задача наша, если мы хотим отличить то, на что мы можем повлиять, от того, от чего мы не можем повлиять, все время задаваться вопросом, не исходя из логики справедливости, как правильно, как должно было быть и так далее, а как может быть.